ПЗ-4 Шмальтурм Отдельно от набора за 2500 золота То лично я считаю, что это дорого Ну просто потому, что порой бывают Классные предложения, типа Франкенштанка Седьмого уровня за 2500 Либо Игорька за 2000 Шестой уровень ПТ-шка, но все-таки Куда интереснее, чем ПЗ-4С За 2500 Просто машина и просто слот в ангаре И кстати, ребят, если вы будете покупать Данное предложение, то вы получите вот такую Вот серую, незаурядную машину Которая, я бы сказал Точнее не так, наоборот, заурядную Машину, абсолютно ничем не выдающуюся Ну разве что вот эти вот Фальшборта, да, или как это правильно Называется, экраны от фугасов А вот если вы себе возьмете эту машину В составе набора, хотя И за 6000 набор я тоже считаю Это немножечко перебор Тогда, когда за 5,5 можно брать Левщиков шикарной комплектации То вы получите себе машину уже Как раз вот этим вот великолепным Камуфляжом, который действительно Машину крайне-крайне приукрашает И она перестает быть Вот такой вот серой и никакущей Ну короче, унылости у машины нет По крайней мере внешне Что собой технически машина представляет Мы сейчас с вами заценим Обязательно выкатим ее из ангара Для того, чтобы на ней побоевать Давайте посмотрим, как обычно Изначально на орудие То, что я всегда первое зацениваю в машине Остальное будем смотреть Я имею ввиду подвижность и подобные вещи Непосредственно в самом бою Итак, время сведения действительно очень классное 2.7, здесь как бы вопросов нет Разброс тоже очень даже классный 0.3 Что касается урона в минуту То заявленный ДПМ 2164 И это очень классно И почему? Сейчас посмотрим в сравнительной таблице Время перезарядки Крайне клевое 4.4 150 мм пробития Если не хватает И вы зашли против семерок То можете поставить себе подкалиберное Будет 194 Также вы можете оборудку переставить себе С досылателя Который существенно уменьшает время перезарядки На, допустим, пробой Но он добавит вам всего лишь 8 единиц Поэтому в целом Я думаю, разницы вы не почувствуете Именно поэтому я играю Именно на досылателе Единственное, что Я себе поставил плюс 4% И понял, что это фигня Я лучше добавлю себе По хпшечке По одной простой причине Потому что брони у данной машины, ребят, нет Она вот так вот выглядит Если в башне где-то что-то еще как-то встречается И хорошо, что, по крайней мере Комбашня забронирована И забронирована, в принципе, неплохо Но плохо то, что Как только вы чуть-чуть поворачиваете башню То вот сюда вам начинает прилетать Даже с учетом приведенки Здесь 170 миллиметров А если еще немножко довернулись То уже 120 И, в принципе, начинаем песни плясать Что касается вашего корпуса То в корпусе здесь брони вообще нет 86 миллиметров Все проекции прямые 89 Верхний и нижний бронелисты Короче говоря, это сущий картон Бортом отыгрывать, я имею ввиду, ромбом Тоже не получится Потому что если здесь, допустим, типа приведенка 170 То никто туда бить не будет Потому что есть вот эти вот уступы Там где 74 с учетом приведенки Короче говоря, по корпусу это картон Да, есть вот эти вот экраны противофугасные Но, ребят, кому надо бросать в вас фугас Тогда, когда вас можно вполне спокойно бить бронебойными И слава богу Есть карман, которая крайне картонная 21 миллиметр И если кто-то захочет хорошо кинуть вам фугас То самое классное, что он сможет сделать Это бросать фугас Во-первых, вот в эти вот два квадрата Таким образом фугасный снаряд будет разрываться рядом с бортом Там где 32 миллиметра брони Ну а еще можно бросать просто в основании башни И, соответственно, пробивать верхний лист Вашего корпуса Как спереди, так сзади И ровно вот здесь вот тоже по бокам Короче говоря, брони, ребят, здесь нет В сравнении с другими машинами Выглядит это вот таким вот образом ДПМ, про который я вам говорил 2190 единиц Это действительно круто Действительно классно Для шестого уровня Как вы видите, конкурентов в принципе нет Это все средние танки на уровне И обратите внимание, что все существенно ниже Да, есть те, которые там Дышат ему в затылок Своими двумя тысячами Типа того же самого СТРВ-74 Но, ребят, все-таки По ДПМу равных ему действительно нет Но вот единственная беда этой машины Заключается в его подвижности Теперь представьте себе Вот этот вот в большинстве своем Картон, который Вяло передвигается по карте 44 километра С учетом того, что опять-таки На уровне вот как по ДПМу Нет ему абсолютно никаких равных По уровню Типа все хуже То здесь у нас, ребят Все реально круче Ну, реально Если посмотреть, то Есть еще, безусловно Тот же самый Шерман Джамбо Но, блин Он один такой Стоит 35 Ну, а все остальные Ребятам существенно лучше Что касается доходности 145 процентов Это не фармер Это шестой уровень И особо много серебра вывозить Вы на нем не будете То есть ради фарма Данную машину брать Однозначно не стоит 53,5 процента Побед Есть ребята, которые Похуже отыгрываются Но есть и те Которые отыгрываются Получше Поэтому говорить о том Что это прям Сам всем Там вот нищие Ну, нет Но где-то рядом С ним оно лежит То есть невысоко От плинтуса подпрыгнуло Я бы так это назвал Тот же самый Кромвель Б 54 процента Огромное количество Игроков получили Данный премиумный танк В свое время В ивенте Я, допустим Эту машину Открыл на всех Своих аккаунтах Умудрился Успеть пройти Так вот, ребят На сегодняшний день Катает 630 игроков И я считаю Что этот показатель Как ни что лучше Говорит о том Что данная машина Не пользуется популярностью Ну и в целом Ребят Это неудивительно Потому что На сегодняшний день Наши разработчики Постоянно Из месяца в месяц Радуют нас Все новыми и новыми Батлпассами В которых у нас 6 уровня Коллекционные машины Все больше и больше Расширяют Объемы Нашего 6 уровня Ну и соответственно Старые машины В том числе и премиумные Потихоньку Начинают устаревать Здесь ничего Удивительного нет Ну что Поговорить поговорили Теперь давайте Попробуем запрыгнуть На нем в бой Убеждаемся Чтобы мы не попали В какой-нибудь режимчик И отправляемся На катку Я скажу откровенно ПЗ-4С Это приобретение В первую очередь Для коллекционеров Хотя это не коллекционный Танк А премиумный Но по большому счету Это все-таки Не более чем Украшение В ангаре Которое На 10 боев Доставит вам Удовлетворение От боя Где-то в 3 боях Ну вот максимум В 4 Во всех остальных Боях Скорее всего Вас будут Быдро Быдро Господи Бодро И быстро Будут вас разбирать Скорее всего Долго жить Вы не будете В бою Если вы не будете Прятаться А на среднем Танке Прятаться Ну как бы тоже Не совсем правильно Потому что В основном То прятаться Надо на птшках Я порой И на гранг Когда хочу Получить какой-то Нормальный результат На легких танках Отыгрываю В крысу Потом уже Врываюсь Начинаю закручивать Да то есть Ну пытаюсь Каким-то образом Играть так Как я играл Допустим На обзоре М41д Который куда веселее Когда ты В начале боя Не лезешь на рожон Ну хватит Ну хватит Вот это делать Что касается Углов склонения Орудия Вниз Углы классные То есть Тебе действительно Комфортно Отыгрывать От неровностей Не сильно Это помогает В том Чтоб тебя Не пробивали Но это помогает Выцеливать И помогает Нормально Сводиться Соперника Который находится Допустим Там В какой-нибудь Низинке А ты при этом Находишься На горке Или на горочку Вот так Поднимаешься Вот пожалуйста Я его вполне Спокойно Выцеливаю Торчала Моя башня Не так уж и сильно Время перезарядки Просто обалденное Я сейчас делаю Два выстрела В кваса Один выстрел С пробитием Один нет Но так или иначе Я успеваю их сделать Подтягивается Товарищ Улыбаемся И машем Вулкан Не трогай меня Пожалуйста Я не хочу Чтоб ты мне сейчас Навешивал здесь Мне будет очень неприятно Точность у орудия Крайне классная Время перезарядки Тоже балдежное Время сведения Радует Вопросов нет Но его картонность И неживучесть Это самые большие Две проблемы У данной машины Вау По мне даже Не пробой прилетел Класс Так ладно Давайте немножечко Отсюда откатимся Раз меня там Кто-то контрит Соответственно Мне там на горке Делать нечего Не пробой Это конечно хорошо Но это больше Фарт и везение Чем закономерность Значит в следующий раз Меня вполне спокойно Могут пробить На вот таких вот Неровностях Тоже можно Довольно неплохо Отыгрывать Показывайся И сразу прятаться назад Как я уже говорил Подвижность у машины Не самая Выдающаяся Но для того Чтобы спрятаться Откатиться на ней назад Вам будет хватать Так Поехали Тайп 58 Остался в одиночке Соответственно Надо Прорываться Вперед Подъедем Сейчас К товарищу Который на горке У нас застрял И наших Ребят Контрит Ой Бам Ну так вот легко В нижний бронелист Хельсинга Данный малыш Может попасть Так Поехали дальше Что ж такое Все от меня убегают Я такой весь бодрый Хотел сейчас кому-то Что-то там Навалять Накидать А в итоге Ничего не получается Разобрали Тайп 62 Ну поехали На него что ли Попытаемся Поохотиться Такс Ну что Угл склонения Не подведите Да ну Так Я парень Жадный Но Я не буду Включать Адреналин Просто лишь для того Чтобы можно было Потом нормально Честно заценить Фарм ПТшка Стоит Где-то там На горе И зараза Разобрала меня Практически В щепки Осталось у меня 121 Но я думаю Что В любом случае Победу нам Ребята принесут Даже если мы Вылетим в ангар Хотелось бы Конечно еще Немножко урона Набросать Но подождем Засвета От нашего Союзника Вот этот Товарищ Герой Горы Ну давай Спускайся Так Боюсь сейчас БЦ у нас Отлетит в ангар Все таки У супер Хеллкета Время перезарядки И альфа Довольно неплохие Везет Везет ЦС К нашей Так Спрятался А я только Хотел похвастаться Углами склонения Орудия Еду 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 Держись Я в ангаре Я в ангаре Друзья Нет Я очень Фартовый парень В ангар Меня не отправляют А вот этого Товарища Мы все таки Отправили Итого Ребят Один фраг Насколько Показательный Бой Я бы сказал Что это Бой Больше Приближен К тем Нескольким Боям Из 10 Про которые Я говорил Которые Будут вас Радовать И доставлять Вам Удовольствие Давайте Давайте Сейчас Попробуем Еще В одну Катку Зайти 1300 Единиц Урона Один Уничтоженный Соперник При этом Получаю Знак Классности Второй Степени Просто Ничего Не делая Ну вот Именно Из-за Того Что Машина Не сильно Популярная Ну и Соответственно Мало Кто Ее Катает И Планочки Не задраны Настолько Насколько Могли Быть С учетом Прем Аккаунта 41 На 1000 Без учета Према 25000 Без Каких Либо Бустеров И Подобной Шелухи Теперь Смотрим По Результативности В команде Ну я Бо Не Сказал Что Это Прям Фонтан Но Третье Место Почему Бо И Нет В целом Получилось Довольно Неплохо Ну что Попробуем Еще Раз Посмотрим Действительно Ли Отбоя К бою На Сегодняшний День Наш Герой Шмальтурм Играется Одинаково В моих Руках Не Всегда Одинаково Но Что То На нем Безусловно Периодически Делать Получается Брать Его Ради Фарма Нет Однозначно Брать Его Ради Того Чтобы Кайфовать Прям На Среднем Танке На Шестом Уровне Я бы Тоже Не Сказал Что Это Та Машина Которая Действительно Необходима Вам Для Таких Целей Дело В том Что На Уровне Есть Достаточное Количество Средних Танков Из Которых Вы Можете Себе Выбрать Машину Пободрее И Не Только Одним ДПМ Сыт Будешь Отъезжаем Назад Не Только Как Я Уже Сказал Одним ДПМ Сыт Будешь А Кроме ДПМ Который Связан С Бодрым Орудием По Времени Перезарядки И По Альфе Ну Как В принципе Большая машина Ничем Не Выдающаяся Орудие Действительно Да Это Огромный Плюс Данной Машины Все же Остальное К сожалению Оставляет Желать Лучшего Так Получи В очередной Раз Ребята Я убеждаю Что На данной Машине Необходимо Отыгрывать Очень Осторожно И Каждое Ваше Неверное Движение Может Привести К Дополнительному Отверстию В вашем Корпусе Либо В вашей Башне Ну И Соответственно В принципе Приблизить Вас К вашему Ангару Ай-яй-яй-яй Блин Это я уже Поторопился Мэджай Мэджай Контрит Кто Тут У нас Тигрик Тигрик Не хочу Подтигрика Ну Не получается У меня На нем Реально Вовремя Спрятаться Как ни Крути Даю Тычку Ответную Мэджай Не тупи Тебя Сейчас В борт Начнут Разбирать Повезло Сейчас Мэджай Что Пудель Отвалил Отсюда Вот Серьезно Если бы Не этот Факт Сейчас Мэджай Уже Подтирал Сопли Я Больше Чем Уверен Что Он Даже Не Рассчитывал На То Что Пудель Отсюда Отъехал Броня Не пробита Класс Весь Серый Танк Я его Пробить Не могу Ну Просто Балдеж Ну Все Ангар А бывают И такие Ребят Бои На Товарища Шмальтурме Как видите Пробивается Пробивается Он очень Бодро Пробивается Даже Несмотря На то Что Лоб Башни Вроде Бронированный Светится Красным Он Все равно Довольно Неплохо Пробился Это Обратите Внимание Были Шестерки То есть Не Ребята Левелом Выше Таким Образом Получается Что Живучести У машины Нет Практически Никакой Пробивают И В лоб Башни Пробивают В Планку Мехвода Ну В переднюю Планку Не били Просто Лишь Потому Что Я Сейчас В основном Пытался От башни Отыгрывать И Пытался Прятаться Как раз За склоном Но В целом Ребят Живучести У машины Нет Абсолютно Никакой Я Не буду Дожидаться Результатов Боя Во-первых Бой Скорее Всего Проигрышный И Там Особо Смотреть Не На что Будет Во-вторых В принципе Все Что Необходимо Было Не так Заценить Как вам Показать Я уже Сделал Что Могу Сказать В отношении Предложения Просто Все Это Дело Суммируя Кому Данная Машина Будет Интересна Разве Что Комкин Коллекционерам У которых Данной Машины По какой-то Причине Нет И Они Хотят Чтобы Она Стояла В ангаре Или Допустим Кто-то Хочет Себе М41 Д И Готов Приобрести Набор За 6000 Параллельно С этим Пополнив Свою Коллекцию Данной ПЗ За 2500 Но я Не думаю Что Найдется Большое Количество Желающих Приобрести Себе Данный Крайне Крайне Сложный В употреблении И В использовании В боях Танчик На данный Момент У меня Все Это было Абсолютно Честное Мнение Про Шмаль Турм Очень Красивая Машина Но В основном Бестолковая Это мое Субъективное Мнение А вы Обязательно Напишите Своё В комментариях И еще Ребят Подписывайтесь На канал Если вы Смотрите Данное Видео Не первый Раз Хорош Смотрите Нравится Подпишитесь Сделайте Приятно Помогите Каналу Развиваться Спасибо Вам Большое За Благовременно Всех Благ Всего Хорошего Мира Друзья Мои И Обязательно